Далее встречайте программу «Открытый диалог» гость студии, начальник Люберецкого территориального управления Мособлпошспас Олег Хатин. На этом все, с вами был Евгений Масанов, до новых встреч и до свидания. Здравствуйте, уважаемые телезрители, программа «Открытый диалог» по-прежнему с вами, по-прежнему нашей студии, самые интересные гости, которым есть что рассказать по Люберцам и по Люберецкому районам. И сегодня в нашей студии, думаю, не в последний раз, Хатин Олег Викторович, начальник Люберецкого управления Московской областной пожарно-спасательной службы. Олег Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время для того, чтобы приехать в наш студию, потому что у вас сейчас самая горячая пора, самая горячая страда. Пожары, по-моему, наступают. Ну, я хочу сказать, что все жители Люберецкого района смотрят телевидение, и по центральной телевидению показывают каждодневно то, что творится на территории центральных областей России. И в том числе в Московской области действительно сложилась очень тяжелая ситуация, потому что длительное время не было осадков, подсохла трава, подсохт трофянник, лес подсох, и все это от неосторожного обращения с огнем зачастую вспыхивает буквально каждый день. Буквально полтора недели назад глава города Люберецкого района на оперативном совещании сказал, что ему звонили из Шатуры, там сложная ситуация уже складывается. На 20 квадратных километрах, по-моему, был уже пожар. Вот спустя полтора недели. Какова ситуация? Значит, ну, 20 квадратных километров – это много, вы сказали. Это уже много? Да, это гораздо меньше. Ну, пускай будет 2 километра. Значит, ситуация такова, что в настоящее время в Шатуре действительно имеют многочисленные места очаги лесных и терфинных пожаров, ну, больше терфинных пожаров. Значит, и туда стянуты силы, значит, МЧС Московской области, значит, пожарные автомобили. В частности, пожарные автомобили и расчет 4 человека нашего Люберецкого управления тоже находятся там. И судя по тому, как развивается ситуация с высокой погодой, с температурой, это будет продолжаться и дальше. И вот сегодня буквально мы звонили туда, в Шатуру. Наш экипаж работает, значит, обстановка тяжелая. И тяжелая, в первую очередь, она из-за дыма. Потому что этот въедливый дым, он, если бы его не было, ну, сам по себе пожар, он как бы не представляет угрозы на территории Торфянника. Но дым, он мешает нам жить, вредит здоровью, ухудшает экологию. Ну, основная причина того, что засушливое жаркое лето или все-таки отдыхающие как-то тоже способствуют этим пожарам? Ну, в основном, как говорит наука в том числе, это две причины. Первая причина – это, значит, деятельность человека. Это неосторожное обращение с огнем. А вторая причина, она как бы природная. То, что Торф при вот такой температуре, как сейчас, нагревается до 60-70 градусов. И если там брошено стекло, разбитое бутылкой, даже вот из-за этого может загореться. Это как клуба действует, да? Да, создается фокус. И как вот, как утверждает наука, прежде всего. Если брать статистику за июль этого года и статистика 2009-2008-го, у нас… У нас сейчас в разы больше возгораний, значит, вот лесных торфяных пожарах. В том числе, я подчеркиваю, в том числе на территории Люберецкого района. У нас загорелась в участке, значит, это станция Мелиорация, где Иловые поля. Вот они сейчас загорелись, это леет. Мы их забили сколько можно, но сейчас там работает в том числе и Люберецкая станция Мелиорации, Мосводоканал, у нас загораются лесные массивы, но пока на небольших участках, и мы справляемся с этим. Ну, как в качестве примера, я приведу следующее. В четверг, вот на той неделе, значит, был сильный пожар в Раменском районе, здесь недалеко от нашей границы, это порядка, значит, 15 гектаров верховой пожар, его тушили, в том числе с применением тяжелой авиации, Ил-76. Значит, была угроза возгорания дачного кооператива. Поэтому я просто обращаюсь к всем жителям, ну, не то, что просто вас напугать, что вы уезжаете в выходные на дачи, в леса, на водоемы, ни в коем случае не оставляйте в незагашенном кастре. А лучше их вообще не разводить сейчас, не рисковать. И если уж курите, то, ну, свои окурки собирайте так, и с экологической точки зрения собирайте так, чтобы они не оставались на траве и еще где-то. Скорее всего, в баночку или закапывать? Скорее всего, с собой, в квартиру свою и в мусорную ведро. Ваши прогнозы, вы сказали, неутешительные, пожары будут продолжаться? Ну, прогноз, вообще-то, у нас дарует гидромедцентр. И если нет дождя, Господь нам и пошлет дождя, то, конечно, вот это все будет ухудшаться. Многие старожилы там уже вспоминают 1972 год, 1981 год. И мы знаем, что это такое. Ну, в целом, я хочу сказать, вот у нас, в основном сейчас в Московской области, силы МЧС, они контролируют ситуацию. И такой неуправляемой ситуации, конечно, нет. Сил и средств хватит? На сегодняшний момент их хватает. Но и по мере ухудшения мы привлекаем и другие силы, и вот наш водоканал даже вот нам помогает, другие предприятия помогают в отделении, прежде всего, водоподающей техники. Потому что тушить пожар в лесу, ну, пожарные машины, ну, не очень эффективно. Олег Витальевич, каждое лето, главное боль для пожарных и спасателей – это огонь и вода. Про огонь мы сегодня поговорили, вода, купальный сезон, и опять вы схватили за голову. Буквально полтора недели назад говорили, что на территории Люберецкого района погибло 7 человек. Спустя полтора недели цифры, вы сказали, до эфира увеличились. Да. Значит, цифры увеличились. Вот у меня сейчас передо мной лежит статистика, если позволите, я посмотрю даже перед вами. Ну, если говорить, здесь не только Люберецкий район, здесь у нас идут и, значит, Волокуша, это Латкарина, и, значит, город Зижинск. Значит, по нашим водоемам, значит, на озере Малаховском утонуло уже 7 человек, последний утонувший сегодня был, и 2 человека утонуло на Кореневском карьере. Вот такая статистика. То есть, положение, скажем говоря, с погибшими на водоемах, оно просто катастрофическое. Ну, к примеру, на наших водоемах, значит, несколько тысяч машин стоит, вот, допустим, Кореневого, Волокуша. Потому что на Волокуша же тоже, в Ливерчане, отдыхают. Значит, на котельниках, естественно, ситуация, значит, нагревается в буквальном смысле. Люди заходят в воду, неосторожное обращение со спиртным, как чаще, потому что вот из этих семи погибших, ну, пять были в нетрезвом состоянии. И это приводит вот к таким глупым, неоправданным смертям, ну, гибели людей. Ну, я хотел бы сказать, что мы, конечно, как работники пожарно-спасательной службы не сидим на месте, значит, мною даны указания, из-за приказ, и мы сейчас все выходные. Резервная наша смена спасателей объезжает водоемы, включает другому говорящую связь, где оповещает людей и предупреждает о правильном поведении на воде. И, значит, осуществляет патрулирование, значит, около водоемов, предупреждает отдыхающих с тем, чтобы они, ну, осторожно в себя вели. Но, тем не менее, вот статистика такая, значит, не все мы делаем до конца вместе с органами местного совправления, и они тоже должны делать эту работу. Ну, вот, глава района Владимир Петрович Чужицкий эту ситуацию обсуждал, обсуждали мы у него. Ну, даны все указания, которые можно, остается только работать нам, специалистам в этом направлении. Олег Ильич, в прошлом году я был в одном из регионов на пляже, отдыхал, и мы купили слабоалкогольные напитки. К нам подошли представители казачества, и у них на административном уровне, ну, на городском, запрещено на пляжах распивать даже пиво. Запретили, и все, и все хорошо, никто не утонул. Когда приезжаешь на Корневский карьеру, несколько тысяч человек, и каждый второй распивает, выпивает, в том числе даже и крепкие спиртные напитки. Вот, запретили бы вообще распивать на пляжах? Ну, ваше предложение, я так понимаю, адресовано Михаилу Ивановичу Чайкову, главе местного поселения, чтобы там навести порядок с помощью милиции, может быть, там, я не знаю, казаков, если вот как по опыту других регионов. Ну, надо принимать все меры, это очень серьезная проблема, все меры для того, чтобы был порядок. Ну, милиция должна, участковая, просто милиция, общественная безопасность, должна, конечно, сейчас этому уделять внимание. И они уделяют внимания, но я вам скажу сегодня, количество наплыва людей на некоторых водоемах таково, что все проконтролировать невозможно. Несколько тысяч, я повторяю, машин и несколько тысяч отдыхающих. Но милиция, судя по докладам, значит, на оперативное совещание главы принимает все меры для того, чтобы навести порядок. Но этого, видимо, мало. В Люберецком районе на данный момент существует четыре спасательные станции. Одна общественная, это Восвод, и три. Ваше подозрение? Совершенно так. На территории Люберецкого района существует две спасательные станции. Одна – Освод, это на Кореневском карьере. И вторая – на озере Малаховка, это наша Московская областная пожарно-спасательная служба. Значит, ну, очень хорошо, что в Коренево открыли вот эту станцию. Это, я считаю, стабилизирует ситуацию и будет проводиться какая-то профилактическая работа. Малаховская станция существует давно. Там есть начальник станции Ковра, Олег Станиславович, опытный человек. Там все оснащено, значит, станцией всем необходимым, в том числе, громкоговорящей связью, лодками. Но вы понимаете, погибших так все равно много, потому что удержать людей, когда они выпили, наши спасатели не в состоянии. Они там тонут и ночью, и в любое время дня и суток. Но патрулирование осуществляется в полном объеме, да, мы за этим следим. Может быть, наслышаны про случай, который произошел на Кореневском карьере. Одна женщина выпила очень много пива, переплыла в водоем и в камышах уснула, чуть не утонула. Ее два часа искали, в итоге нашли. Вот тоже такой случай был. Ну, я об этом случае ничего не слышал, но, вы знаете, очень много... Ну, думали, что утонула, она в камышах застряла. Много, значит, рекордсменов после употребления спиртных напитков, значит, показать, как они плавают. Поэтому я думаю, что эта женщина не одинока. Она одна из тех, кто грубо нарушает эти правила по идее и молоде. Ну, наверное, самое главное правило – не выпивать. Ну, да, конечно, не выпивать и вот купаться там, где оборудованы пляжи. Потому что вот вчера на Баткаринском водоеме, вот это в Волокуша, там два человека получили травмы под водой. То есть ныряли и попали в больницу, спасатели их наши отвезли, оказали иметь помощь. Это сотрясение можно, диагноз поставлю. Помимо того, что у вас волнуют пожары и отдыхающие, чем летом занимаются еще пожарные спасатели? Ну, силы пожарных, я говорил уже выше, не буду повторяться, сейчас все брошены на охрану, значит, лесных массивов, прежде всего, населенных пунктов в составе Люберецкого организона пожарной охраны, которым у нас руководит Иванов Павел Юрьевич. Силы спасателей, брошенные на другие виды чрезвычайных ситуаций, это вот мы с вами говорили, и по воде в первую очередь. Ну, я вот перед собой держу, значит, у меня есть сводка работы спасателей за эту неделю. Даже вот, если позволите, я ее просто вот даже, ну, прочитаю нашим телезрителям. Всего было выездов спасателей 28, значит, из них на пожары 4, на дорожно-транспортное происшествие 3, погибло в ДТП 3 человека. Вот это два мотоциклиста в Малаховке на улице Школьной, и сегодня рано утром большая авария на Рязанском шоссе, на мосту, на пересечении Надежинск, вот этот мост, где погиб один человек, и 8 получили травмы различной тяжести. Это «Газель» и два легковых автомобиля. Значит, вскрытие дверей, вот 9 раз выезжали, тоже здесь вот по этой статистике видно, что вот бабушка 80 лет, женщина 75 лет, ну, в силу своей немощности закрываются и не могут открыть двери, вот спасатели тоже их вызволяют, и детей очень много часто бывает. Вот такая работа. Обслуживали мероприятия районного и областного масштаба, те, которые проводят губернатор, главы администрации, 5 раз выезжали. Ну, другие происшествия, вот, ну, допустим, дерево, упало дерево, значит, по дороге в поселок Челково, и дерево упало по дороге, значит, на дороге Егоревского шоссе. Тоже спасатели приехали, сняли это дерево. Ну, вот такая статистика, погибло 7 человек. Но эта статистика уже уточняется, сейчас уже не 7 будет у нас, а больше, с учетом утонывших. Ну, по крайней мере, Алексеевич, наводнений не было, землетрясений не было. Да, наводнений, слава богу, не было, землетрясений, слава богу, нет, потому что нам хватает вот этой высокой аномальной температуры, и мы ждем дальнейшего ухудшения ситуации. Поэтому, обращаясь еще раз к нашим жителям, что если вы отдыхаете и где-то проезжаете, видите где-то возгорание, значит, увидите огонь, ну, вы немедленно сообщите, наберите номер пожарной охраны 01, сообщите в нашу службу, мы приедем, примем меру, потому что если на первом этапе начать тушить пожар, и это будет одна ситуация, одни финансовые затраты, а деньги это платит налогоплательщик, то есть вы, граждане, платите. Если это будет через три дня, это другая ситуация, поэтому я хотел бы с этим обратиться к вам. Ну, и, естественно, это поведение на воде, ваши дети, ваши мужья, спиртные напитки, о чем мы говорили, пожалуйста, относитесь к этому очень серьезно. Олег Викторович, пожелаю вам поменьше работы, нашим жителям пожелаю побольше отдыхать, но безалкогольно, и эта программа «Открытие диалог», все у нас будет хорошо, всего доброго. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok